Айзек Азимов Прощание с землей Для вас читает Мещеряков Артём Я посылаю это сообщение на Землю, пытаясь предупредить землян о том, что может и должно случиться. Грядущее представляется мне весьма печальным. Все избегают чекотливой темы, но я считаю, что кто-то просто обязан сказать жителям Земли правду. Во второй половине 21 века число поселений на околоземной орбите достигло нескольких десятков. Каждая является своего рода крошечным независимым миром. В самом маленьком проживают около 10 тысяч человек, в самом большом – почти 25 тысяч. На Земле знают эти цифры и без меня, но вы, земляне, настолько погрязли в проблемах своего гигантского мира, что редко думаете о нас, иначе как о мелких и незначительных объектах в космосе. Так вот, пришло время подумать о нас по-другому. Каждое поселение старается максимально имитировать земные условия. За счет вращения создается эффект тяготения. Солнечный свет пропускается по графику, благодаря чему возникает иллюзия смены дня и ночи. Все поселения достаточно велики по размеру, за счет чего создается впечатление простора. У нас есть фермы и фабрики, а также атмосфера, в которой могут образовываться облака. Есть также города, школы, стадионы. У нас есть даже то, чего нет на Земле. Интенсивность псевдогравитационного поля поселений меняется в зависимости от местонахождения. Существуют области низкой и даже нулевой гравитации, где мы надеваем крылья и летаем по воздуху. Здесь мы играем в трехпространственный теннис или занимаемся необычной для Земли гимнастикой. У нас развилась чисто космическая культура, ибо космос – наш дом. Основная наша работа, помимо поддержания поселений в должном порядке, заключается в строительстве космических сооружений для нас и для Земли. Мы работаем в космосе, поэтому космический корабль или скафандр для нас – вещи самые обычные. Находиться в условиях нулевой гравитации мы привыкли с раннего детства. На Земле тоже есть то, чего нет у нас. Нам, например, незнакомы перепады погоды. В поселениях строго следят за температурным режимом. Здесь никогда не бывает слишком жарко или слишком холодно. Не бывает ни бурь, ни случайных осадков. На орбитальных поселениях нет опасных или непроходимых мест. Здесь не найдешь ни гор, ни скал, ни болот, ни пустынь, ни штормящих океанов. Здесь не растут ядовитые растения, не водятся опасные животные или паразиты. Некоторые поселения сетуют на то, что жизнь чересчур безопасна и пресна, в ней не осталось места для приключений. С другой стороны, мы можем в любую минуту выйти в открытый космос или отправиться к Марсу или астероидам, к чему вы, земляне, психологически не готовы. Некоторые из поселенцев планируют основать колонии на Марсе и шахты в районе пояса астероидов. Думаю, что до этого, скорее всего, дело не дойдет, по причинам, о которых я скажу позже. Поселения отпочковались от Земли не вдруг. Столетия назад Жерар О'Нил из Принстона вместе со своими студентами разрабатывал планы новых домов для человечества. Писатели фантаста предсказали их появление еще раньше. Как ни странно, мы столкнулись со всеми другими трудностями, чем те, которые нам предсказывали. Расходы на постройку, проблемы воссоздания земной обстановки, сохранение энергии, защита от космических лучей – все эти вопросы решились успешно. Не без трудностей, но решились. Энергию мы получаем непосредственно от Солнца. Ее хватает для всех наших нужд и еще остается, чтобы отправить на Землю. У нас отлично налажено производство сельхозпродуктов, излишек которых мы тоже вывозим на Землю. Поселенцы разводят птицу, кроликов и прочих мелких животных, так что мяса здесь хватает. Сырье мы получаем прямо из космоса, не только с Луны, но также с комет и метеоритов, которые мы научились ловить и эксплуатировать. А если мы все-таки доберемся до астероидов, то получим практически неистощимый запас всего необходимого. Тревожит нас совсем другое. Мало кто мог предугадать, что самой серьезной проблемой поселения станет экология. Каждое поселение должно содержать само себя. Оно состоит из людей, животных, растений, воздуха, воды и почвы. Живые организмы должны размножаться, не превышая, однако, возможности орбитального комплекса содержать их потомство. За растениями и животными уследить несложно. Мы контролируем их прирост и потребляем все лишнее. Гораздо труднее удерживать на нужном уровне численность людей. Нельзя позволить, чтобы количество рождений превысило количество смертей. При этом мы вполне естественно стремимся максимально сократить смертность и боремся за увеличение продолжительности жизни. Поэтому, в отличие от Земли, наша культура не ориентирована на молодое поколение. Молодежи совсем немного. Основы населения составляют люди зрелого и пожилого возраста. Это порождает определенные психологические трудности, но большинство поселенцев считают, что ими можно и пренебречь, поскольку строгий контроль за рождаемостью гарантирует от нищих, бездомных и беспомощных людей. Кроме того, вода, воздух и пища должны подвергаться вторичной переработке. Значительная часть нашей технологии задействована на очищение уже использованной воды и переработку твердых отходов жизнедеятельности в чистые удобрения. Мы не можем допустить сбоев технологической переработки отходов, поскольку места для их хранения у нас нет. По правде говоря, даже когда все идет хорошо, не совсем приятно сознавать, что ты ешь и пьешь переработанные нечистоты. Разумеется, и на Земле идут аналогичные процессы, но Земля так велика, что естественный кругооборот веществ становится незаметен. Земляне практически не обращают на него внимания. Не следует также забывать и о нашем постоянном страхе перед крупными метеоритами, которые способны разрушить внешнюю оболочку поселения. Серьезный ущерб может принести кусок вещества размером с гальку. Булыжник диаметром в один фут в состоянии запросто уничтожить весь орбитальный комплекс. На нашу удачу вероятность подобных попаданий ничтожна. К тому же мы научились загодя распознавать метеориты и сбивать их с курса. Как бы то ни было, риск все же есть, что заметно компенсирует ощущение полной безопасности, на которую любят пожаловаться некоторые из нас. Благодаря огромным усилиям, напряженному вниманию и концентрации всех средств, нам все-таки удается поддерживать экологию на должном уровне. Зато серьезной проблемой оказались торговля и путешествия. Каждый орбитальный комплекс славится собственными товарами, которые пользуются большим спросом в других поселениях. Речь идет о продуктах питания, предметах искусства и различных изобретениях. Более того, нам необходимо торговать и с землей. Многие поселенцы периодически летают на Землю, чтобы насладиться вещами, которых мы лишены. Землянам никогда не понять, какое волнение вызывает у нас вид голубого горизонта, бурного моря или покрытый снегом горной вершины. Таким образом, между Землей и поселениями существует постоянное движение. Но каждому орбитальному комплексу присущ уникальный экологический баланс. В то время как по нашим стандартам, Земля даже сегодня обладает недостижимо высоким и богатым экологическим уровнем. Наши насекомые давно адаптировались к условиям жизни на орбите и находятся под жестким контролем. Но как быть, если в поселение случайно завезут другой вид насекомых? Любой червяк или мелкий грызун могут полностью разрушить экологию и нанести непоправимый вред растениям и животным. Время от времени нам приходится принимать экстренные меры по уничтожению нежелательных форм жизни. Месяцы кропотливой работы уходят на отслеживание насекомых или иных существ, вполне безобидных для своей естественной среды обитания. Не исключено и худшее. В комплекс могут проникнуть болезнетворные паразиты, бактерии, вирусы и простейшие, вызывающие заболевания, против которых на Земле и в других поселениях люди успели выработать иммунитет. В таком случае все усилия бросаются на производство или завоз сыворотки, необходимые для борьбы с болезнью и восстановления иммунитета. Разумеется, бывают и смертные случаи. После них, естественно, поднимается большой шум. Люди требуют ужесточения контроля. В результате все пребывающие в поселении, в том числе и те, кто вернулся домой, подвергаются строжайшему осмотру, сдают многочисленные анализы и содержатся в карантине на предмет выявления незамеченных заболеваний. Более того, правильно это или нет, но жители поселения считают землян угрозой своему существованию. На Земле обитают наиболее опасные бактерии и организмы, а сами земляне являются наиболее распространенными носителями заразы. Поэтому во всех поселениях существуют партии и движения, требующие, причем временами весьма решительно, полного разрыва отношений с Землей. «Вот о чем я и хотел вас предупредить. Недоверие. И даже ненависть к людям Земли неуклонно нарастают среди жителей поселений. Пока нас разделяют несколько десятков или сотен тысяч миль, говорить о полном разрыве бесполезно. Соблазны Земли слишком велики, но уже идут разговоры, пока шепотом, хотя, уверяю вас, они станут громче, об окончательном уходе из Солнечной системы. На каждое поселение можно поставить мощный ядерный двигатель. Пока мы не выйдем из системы планет, нам будет хватать солнечной энергии. Потом, когда Солнце станет слишком далеко, мы начнем использовать в качестве источника водородного топлива небольшие кометы. Поселения превратятся в независимые миры, распрощаются с Землей и устремятся в бескрайние дали Вселенной. И кто знает, может быть, через миллион лет одно из них набредет на незаселенную, ждущую планету, так похожую на покинутую некогда Родину. Вот об этом я и хотел предупредить Землю. Наступит день, и поселения улетят к звездам. Сколько бы новых поселений вы не основали, они все рано или поздно покинут Солнечную систему. Вы останетесь в одиночестве. Хотя земляне, конечно, могут считать, что их потомки отправились заселять галактику. Пусть эта мысль послужит вам утешением, когда будете смотреть нам вслед. Для вас читал Мещеряков Артем. Я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий, нажать на колокольчик. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!